Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Он звучит довольно кратко. Как правильно отказать в просьбе человеку? Вопросы даёт пользователь по имени Елена. Латиницей написанный ник. Значит, смотрите. Вы здесь, на мой взгляд, Елена, уже помещаете себя в некоторую ловушку. Дело в том, что само понятие правильности вот отказать правильно, оно уже является несколько деструктивным, на мой взгляд. Потому что кто определяет, как правильно отказывать, а как нет, кто это решает? Это решаете вы, это решаю я, вот, как бы, кто это решает? Понимаете, какая штука? И, на мой взгляд, вот, по моему мнению, здесь очень важно этот аспект следить. Потому что если вы хотите, грубо говоря, правильно отказать человеку, то ориентироваться вы будете, скорее всего, на него. Именно на него. То есть это будет, это будет, это будет, это будет вашим таким, ну, направлением, если угодно. ну, которому вы будете следовать. Мягко говоря, идея это далеко не самая лучшая, вот. Потому что так вы будете ориентироваться не на себя, не на свои желания, вот. А ориентироваться вы, таким образом, будете именно, вот, на, эм, другого человека. То есть именно, вот, на того, кому вы, в общем и целом, в этой просьбе хотите отказать. Поэтому, на мой взгляд, вам необходимо ориентироваться в большей степени все же на себя. И отказывать, если вы кому-то собираетесь отказывать, так как важно отказать именно вам. в соответствии с вашими ценностями, в соответствии с вашими приоритетами, в соответствии с вашими предпочтениями. Которые у вас естественным же образом могут быть, это нормально. Понимаете, да? То есть только вот исходя из такой парадигмы, имеет смысл отказывать людям. Другой вопрос. Если, если вам, эм, по какой-то причине, эм, тяжело или сложно, тяжело или сложно отказывать людям. Вот это уже вопрос, на мой взгляд. Совсем другой. Если вам тяжело отказывать людям, то нужно выяснить следствие, чего это происходит. То есть почему вам сложно отказывать людям, вот в чём-то. Понимаете, да? Какая здесь идёт история. Вам необходимо в этом разобраться. Если вам тяжело, если вы испытываете, эээ, значит, ну, если вы испытываете какой-то дискомфорт, из-за того, что вам нужно отказывать людям это да и т.п. То вот это необходимо проработать. Что необходимо поисследовать. Да? Вот, поисследовать и, эээ, вам. Для себя лучше понять, что вам мешает отказывать. Просто отказывать людям, ну, в принципе, эээ, абсолютно нормально. То есть в этом нет, в этом нет каких-то аномалий, вот, в принципе, в целом. В этом нет аномалий. Но, вот, если так вот получается, что вам тяжело это делать, вот. Если так вот случается, что как-то вы тушуете, да? Условно говоря. Да? Да? Да, это не, ну, ладно, ладно, затем. По-можему лимонасу-дээча, по-мочему лимонасу-дээбэти, да-а, 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 да-а-а, да-а-а-а-а, да-а. Спасибо. Папа-а-а, да-а, да-а, да, ну да. быть определенные страхи, это могут быть определенные сомнения, это могут быть последствия негативного опыта, когда вы, например, сказали, что что-то вот случилось, ну, такое не очень хорошее, да, то есть это вот чувство вины какое-то, а возможно речь идет про неуверенность в себе, то есть такая вот некоторая, знаете, борьба, имею ли я там право на это или на то, вот, понимаете, да, то есть вариантов в данном случае достаточно много, вот, и я надеюсь только на то, что вы для себя какие-то выводы сделаете в этом смысле, да, ну, то есть вот поиследуйте эти моменты. А если у вас какие-то основания, да, которые вот мешают вам свободно отказывать тогда, когда вам этого хочется, вот, потому что если это комплексы, то попытка найти, ага, ну, как это сказать, хороший вариант для того, чтобы отказать человеку, попытка найти хороший вариант, она обречена на провал, потому что вас ни один вариант не устроит, если вы себе запрещаете в глубине души отказываться, вот. Я думаю, что это мало, прям так уж, прям так вероятно, но тем не менее вполне, ну, вполне может быть, вот. поэтому, на мой взгляд, я бы вот на эти вещи обратил бы внимание на вас, вот, ну, вот, как психолог, да, как психотерапевт, как, с точки зрения, вот, своего опыта, какого-то, ну, вот, с точки зрения своих ценностей, я бы вот на это обратил бы ваше внимание сейчас. Вот, эм, ну, это, в принципе, все, я бы, я думаю, что на этом можно закончить, было бы. Вот, я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать какую-то работу над собой, да, то есть, ну, вот, при формулировке обратной связи, если вы пойдете к этому серьезно, вы увидите для себя возможность работать над собой, условно говоря, вот, если вы, вот, хотите, там, работать над собой, условно говоря, вот, понимаете, какая штука, вот, так что вот примерно такой ответ я бы вам дал со своей позиции, ну, с позиции психолога. Вот, на этом все, я надеюсь, что это было вам полезным. Всего самого доброго вам и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok